Музыка Приветусы Амигос! Недавно меня спросили, почему в PvP в каждом патче завозят только одну карту, а в PvE завозят по 4 миссии? Ну, на самом деле не совсем танк, потому что, ну, миссии для PvE делают вообще-то из карт для PvP, нарезая их на куски, там маленько изменяя, но не суть, всё равно. Всё равно, если задуматься, есть такое ощущение, что PvE развивается чуть ли не быстрее, чем PvP, ну, по крайней мере, на том же уровне. Ну, например, скажем, в патче, ну, пусть будет там 0.12, да, для PvP опять завезли 4 миссии, для PvE починили от лагов реактор. В 0.13 опять завезли 4 миссии для PvE и карта Мирный рубеж для PvP. Базара нет, многие из нас сами частенько покатывают в PvE, допустим, снять звезду с танка, когда там X3 или X5 через какого-то праздника. Я знаю людей, которые нафармили уже на Т-64 Хантер в PvE, кто-то там кактусы в PvE проходит, чтобы на них в PvP не ссуваться. Это понятно, да, но давайте будем честными, сами эти PvE миссии, вот именно миссии никому нахрен не нужны, никто их не делит на интересные и неинтересные. Нету вот особой разницы между уничтожением грузовиков с биологическим оружием и захватом грузовиков с каким-то другим говном, захватом точек радиосвязи и уничтожением ПВО. Абсолютно насрать, на карте виден болю голубой квадратик, туда приезжаешь, делаешь свое дело, окей, дополнительная задача выполнена. Но я думаю, что, скорее всего, никто вообще не знает, что именно дают в награду за выполнение дополнительных боевых задач, потому что никто особенно их выполнять и не стремится. Все едут набивать урон на ботах. Таким образом, по сути, PvE это такой конвертер, который обменивает ваше свободное время на опыт и небольшие суммы денег. Но я не буду сейчас поднимать вопрос того, что PvE загоняло раньше всех в экономический кризис, чтобы премиум аккаунт покупали. Видимо, разработчик услышал, теперь повысили доходность, отлично, теперь раки еще и фармить в PvE будут, вообще классно, пока ночью в PvP очередь стоит. Мне кажется, PvE как режим интересен, может быть, только гомункулом, либо используется для развития моторики пальцев руки, чтобы правильные кнопки нажимать. Не знаю, если ваш папа захочет в танки поиграть, чтобы ему не сильно жопу надирали, вот имеет смысл включить в нем PvE, он только для этого и нужен. Все остальные, мне кажется, ну, процент 99, сидят с угрюмым, грустным выражением лица, ну, либо пьяные в говнище, и просто сидят и щелкают этих ботов кумулятивами по задницам. И вот для всей этой пестрой толпы с каждым патчем завозят по 4 новых миссии, обалденно интересных, с захватом грузовиков опять, там, предотвратить пуск ракеты. Но, по сути, все равно, задача-то главная убить всех ботов, причем и набить дамага больше всех. Вообще, командная игра в PvE-режиме напоминает мне, как будто, вот, знаете, все едят из одного котла, и надо вот умудриться сожрать побольше других дамага, надо вот шею всех рот открывать кумулятивами, там, забрасывать. То есть в соревновании идет не команда против ботов, а игроки друг против друга, кто больше нахерачит дамага и больше вывезет опыта и денег с этой миссии. Ну, так вот, что предлагаю я? Я предлагаю немного поменять эти миссии и сделать их не против ботов, а против игроков, либо игроков с ботами. Ну, как будто надо же забалансить силы, а то, типа, этих проходильщиков-то сметут. В общем, есть в Resident Evil такой режим, секретный называется Hunter, или Охотник, по-моему. Это когда ты можешь законнектиться в прохождение каких-нибудь посторонних людей в роли зомбаря и бегать за ними, там, с мачете, а то и превратиться в охеренную ящерицу, стрелять по ним шипами, не суть. Суть в том, что есть такой режим, когда ты мешаешь проходить игру другим, это здорово. Вот такой режим и нужен Armored Warfare, именно такой. То есть, представьте режим, где вам впятером дана задача проехать из одного конца карты в другой, при этом вам нужно посетить несколько, скажем так, контрольных точек, ну, отдефить их, да, посидеть на этих точках в обороне, там, под огнём. Ну, в случае выполнения, там, вас отремонтируют, или там, может, даже резнут. Ну, плюс расходники уже на ремонт в игре есть, в 0.14 завезут расходник, который вас чинит, после того, как вас уничтожат ненароком, да, с 60% здоровья. То есть, всё это можно продумать, это всё лирика. Танковый Counter-Strike давно уже всем надоел. Пора вводить танковый Left 4 Dead. Вот при таком исполнении задачи на захват, на защиту, на что угодно, тогда вот они станут интересны. Вопрос встаёт за балансом техники, как приормянить к такому режиму, например, арту, или там, какую-нибудь ББМку. Ну, ББМка, это отлично, это разведка, она сможет, как бы, съездить, посмотреть, что ждёт колонну техники впереди, за углом. Это отличная, полезная техника. Может быть, даже нужно будет ввести какие-то возрождения в игру, чтобы когда тебя уничтожили на одном танке, ты, там, взял другой танк, снова в бой пошёл. Вот, чтобы, там, несколько машин прокачивалось. По поводу того, сколько должно быть врагов. Ну, я считаю, что оптимальным решением было бы, если миссия проходит с пятером. А я считаю, что миссии можно делать для разного количества танков, что вообще шикарно. То есть, три чайка плюс боты. Но, как видите, боты, они тупорылые. Они, блин, дамага не делают, они только отвлекают на себя, но массовку и впечатление они доставят. То есть, со своей задачей не справятся. Вот, и, значит, пять против троих. Силы должны быть неравны. У нападающих, ну, которые мешают проходить миссию, должны быть танки слабее. Может, это будут повреждённые танки. Может, в стоковой комплектации. Назовём их, например, трофейные. Назовём их танки какой-нибудь там группировки. Там, ну, естественно, украсим их каким-нибудь там тряпьём, обрывками камуфляжей. Ну, как там, допустим, танки каких-нибудь талибов захваченные, типа якобы что-то такое изобразить можно. Стоит вопрос за наградами. Естественно, люди, прошедшие миссии, будут получать деньги и опыт на машину. А что будут получать те, кто им мешал, которые играли на танках Талибана? Что, ветку танков Талибана вводить для прокачки? Нет. Можно выдавать награду какими-нибудь плюшками. Всё равно сейчас собираются такие вводить. Слышали, да, что за частые посещения игры, да, будут давать там какие-то награды. Один день в игру зашёл, получил там первого уровня награду. Два дня подряд в игру заходил, получил другого уровня награду. Неделю подряд в игру заходил, получил день према и пизды от мамки. То есть, такого уровня плюшки можно раздавать за... Да, я думаю, все и так с радостью и с удовольствием будут гадить в кашу тем, кто пытается проходить миссии. Это просто будет интересно. По-моему, игре охренеть как нужно что-то новое. И новые режимы как раз с этой задачей новизны исправятся. Не такие корявые, как в картошке. Типа, если респ один, а не два, значит это штурм. Если респ этот единственный посередине, тогда это уже не штурм, а встречный бой. Отлично, гениально. Нет, нужно что-то принципиально другое. Надо, чтобы игра как можно больше отличалась от картошки в крутую сторону. То есть, прикиньте, будут лобби, где будут собирать пачку для прохождения таких миссий, решать кто на чем поедет, сколько брать машинок, сколько БТРок, сколько танков там. Это будет очень круто, но надо хотя бы начать. Надо завести на тестовый сервер, поиграть, посмотреть как оно все это складывается. Ну а довести до ума уже сами игроки помогут в разделе предложений и идей. Я, как и многие, вообще сторонник динамичного геймплея. Я не очень люблю кустодрочение, я не люблю друг друга из-за укрытий выковыривать. А в таких миссиях шевелиться и действовать будут все. То есть, время ограничено, задачи поставлены. Те, кто должен выполнить миссию, должны ее выполнять. Те, кто должен нападать, будет в случае, если будет миссия обороны, должны будут нападать. Никто, то есть, отсиживаться не будет. Постоянно будет идти какая-то перестрелка. Я не думаю, что это какая-то невероятно сложная задача, набросать простенький режим для начала, где команда должна добраться из точки А в точку Б, а некоторое количество игроков при поддержке, например, ботов, для начала, должно им помешать это сделать. Люди посидят, поиграют и станет видно, интересен им такой формат геймплея или нет. Я думаю, в любом случае, надо пытаться привносить в игры про танки хоть что-то новое в плане геймплея, а не лепить их похожими друг на друга. Тем более, на девятом левеле в армате играть большинству не очень интересно, потому что пиксельхантинг, потому что лоб в лоб. А здесь, когда на динамичной машине нужно пройти, выполнить определенные задачи и нападать на тебя могут, в том числе и засад, это будет уже совсем другое дело. Вам брони еще и мало покажется. Кто-то скажет, ну, для этого нужны большие карты, там, 50 на 50, или сколько там у них, какие-то в размеры. Нет, сгодятся даже вот такие мелкие. Просто команда, проходящая миссию, да, выполняющую задание, она будет в данном случае обороняться. У них будет ограничена область, куда они могут выехать, да, чтобы их там не сочли, например, дезертиром, как в батле. Ну, дабы они не заняли места спауна атакующей стороны. Но это все лирика, правила придумать недолго. Короче, поскольку я считаю, что в моем канале сидят не те люди, которым надо по 10 раз гонять по кругу одно и то же, чтобы они что-то поняли, я думаю, что можно на этом уже заканчивать. Можете тему развивать в комментах. И кто знает, может быть, когда-нибудь, если сойдутся звезды, именно вашу идею заметят и реализуют. И в 30-м году мы... Ладно, ладно, шучу. Короче, можете голосовать лайками, дизлайками, можете двигать свои идеи в комментах. Я думаю, что если с толпой собраться, можно сочинить несколько годных режимов. Ну, серьезно, пора уже вводить что-то новое. Эти перестрелки 15 на 15 уже мало кого впечатляют, я думаю. Так что что-нибудь выжимите, что-нибудь там пишите, ну и все такое. Редактор субтитров А.Семкин